Слушайте, казалось бы, зло повержено, но, как правило, любой злодей, как и твой бывший, имеет право вернуться в твою жизнь лишь однажды. Всем привет, ребят! С вами снова я, Энтони Илай. Это очередное видео на моем канале. И да, что у нас сегодня? Правильно, очередное потрясающее видео, по названию которого вы наверняка 100% догадались, о чем мы сегодня с вами будем говорить. И говорить мы будем о переиздании Мятной сказки, которую сейчас пытаюсь достать, так чтобы не снести нахрен весь шкаф, потому что это оно, это оно, это оно. Сегодня мы с вами будем говорить о переиздании Мятной сказки Александра Полярного. Я знаю, вы думаете, зачем ты трогаешь это говно? Оно уже не воняло. Подожди, оставь его в покое. Так, я обещал, что перед этим я произнесу свою обычную тут потрясающую речь перед каждым таким обзором. Пожалуйста, если вам неинтересно, не смотрите. Если вам нравится Александр Полярный, не смотрите это видео. Если вы любите Мятную сказку, тем более нахрен вообще не смотрите это видео, посмотрите что-нибудь другое. Я выпускаю видео каждый день. Но, если вы решите остаться со мной и посмотреть как раз-таки на вот это все вблизи, и узнать, что происходит, какого хера, и вообще зачем, за что и почему нас так мучают с вами, то оставайтесь со мной, и мы, естественно, с вами доберемся до... до сути происходящего. Итак, собственно, вы просили, вы умоляли, вы жаждали, вы требовали, угрожали мне, чтобы я снял видео на переиздание Мятной сказки, еще когда она вышла. Она вышла, эта книга, еще осенью. Но я решил, что я от этого всего абстрагируюсь после вот этого всего моего глобального инцидента, который я называю Полярный. И после как раз-таки моего обзора на Мятную сказку, который, между прочим, уже собрал 400 тысяч просмотров, я вам советую посмотреть классное видео, в котором есть правда, правда, ничего, кроме правды, которую я поддерживаю скриншотами. Вот. И после этого вышла еще серия видео как раз-таки про вот эту всю кутерьму, связанную с этим автором, который тоже решил мне там поднасолить. Но мы ни на кого не держим зла, мы не обижаемся. Если книга плохая, то книга плохая, вне зависимости от автора. Поэтому, стей скрамер, я хочу пожелать хорошего нового года. Кто-то наверняка может подумать, вот, ты опять хочешь хайпануть на имени Александра Полярного. Нет. Будь у меня все настолько хорошо, я бы, я бы, наверное, уже хайповал на других книгах. Но, как говорится, плохой автор у нас только один. Почему я, собственно, вспомнил про эту книгу? Потому что вы меня очень часто в комментариях начали спрашивать, почему у тебя нет обзора на переиздание, почему это переиздание стоит 600 рублей, что в нем нового, почему оно такое дорогое, что там поменялось, в отличие от оригинального издания, и почему его покупают, какой тираж вообще нахрена автору с одной книгой, переиздание его уже первой книги. И что произошло с этим миром? Поэтому сегодня я вам как раз таки расскажу, почему переиздание – это полное говно. Перед тем, как мы с вами приведем к «Менте сказки» и, собственно, ее переизданию, я вам быстренько хочу кое-что рассказать про сами переиздания. Почему, как, зачем и вообще что происходит именно в мире переизданий? Почему книги переиздаются? Смотрите, первая, основная, самая весомая причина, если вдруг кто-то не знал, для переиздания – это то, что у издательства заканчиваются права на определенную книгу. Таким образом, например, «Растмен» потеряли права на перевод «Гарри Поттера», и после этого мы увидели как раз таки огромное количество там всяких хуполь-пупов, вот этих вот профессоров, змею-устов и вот этого всего прекрасного остального. И чтобы как раз таки продлить право пользования на серию или на книгу, или на автора, у нас издательство пускает переиздание какой-либо книги, либо как раз таки другой есть вариант – это когда у нас выходит одна книга, потом выходит вторая книга, у нас мы понимаем, что обложки разные, но мы хотим как-то, чтобы это все было красиво в одной серии, мы запихиваем это все в одну серию, потом, может, вытащим из этой серии, переиздадим в другой обложке. Короче говоря, это все ради денег, либо ради какой-то, может быть, минимальной эстетической красоты, потому что я знаю огромное количество людей, которые покупают книги в переизданиях просто ради того, чтобы собрать их коллекцию. Например, я помню, что в России «Виноваты звезды» издавались как минимум в пяти обложках, то есть в оригинальной, в кинообложке, в какой-то другой обложке серии других обложек, а потом там целая серия под «Виноваты звезды» была, она так, по-моему, называлась «Виноваты мы» или «Наша вина» или что-то в этом духе. Также еще есть один очень довольно такой распространенный вариант переиздания, это кинообложка, то есть когда выходит экранизация, фильм, сериал, что угодно, театральная постановка, тоже бывает такое в жизни, бывает всякое, выходит книга с новой обложкой, которая намеренно продает как раз-таки и книгу, и фильм, так чтобы читайте фильм, смотрите книгу, и вот из этого разряда. Да, вот именно из такого. Но самое-то смешное, знаете, что здесь это то, что переиздания чаще всего бывают больше двух или трех-четырех книг, то есть это выходит серия у автора вышла, например, «Анна Тотт после» сейчас переиздается в других обложках, кинообложках тоже она будет переиздаваться. Я редко вижу так, чтобы у автора переиздавали одну книгу, дебютную, одну единственную, у него больше ни хрена нет, потому что «Полярный» не может ничего другого написать. Ну и давайте, собственно, перейдем к главному герою этого повествования. Это у нас, естественно, переиздание «Мятные сказки», которое было эксклюзивом, внимание, в магазинах «Читай-города», которые я, собственно, там и купил. Сейчас у них права на эксклюзив уже закончились, то есть вот эту версию «Мятные сказки» можно будет купить, насколько я понимаю, везде, потому что покупали они права только на осень, поэтому именно эту версию «Мятные сказки» можно было купить только в «Читай-городе» и нигде в другом месте, прямо. Поэтому, если вы хотите вдруг ее кому-то подарить, то можете даже уже искать в других интернет-магазинах или просто в каких-то книжных. Что касается этого переиздания, оно стоит 599 рублей. Это фиксированная цена, она не стоит нигде дороже, меньше. Эта цена в 599 рублей, она везде одна и та же. Я покупал ее тоже за 599 рублей, и тут у меня написано 599 рублей, и обычная версия «Мятные сказки» в «Читай-городе», например, стоит 437 рублей. И вы прекрасно понимаете, что это прям не особо такая уж крупная разница, то есть там сколько, чуть больше 100 рублей. И вы наверняка задаете все спросом, какого хера? Почему 600 рублей? За что? Мне так грустно становится от вот этой надписи здесь. Первое место в топе художественной литературы для взрослых по всей России. Алло, взрослые, вы че? В чем ваша проблема? А? Смотрите, если вы вдруг не знали, то «Мятная сказка» оригинально в черно-белой вложке продала где-то 400 тысяч копий. Что-то где-то вот так, вот примерно. То есть вы понимаете, что это огромное количество книг. Тем более книга не настолько старая, и там ни 10, ни 15 лет, то есть она относительно новая. Общий тираж вот этого переиздания — это 40 тысяч копий. То есть вы понимаете, что, скорее всего, Александр Полярный одной своей книги продал почти приблизительно. Округлим, да, что прям совсем полмиллиона своих книг «Мятные сказки» он продал. Так что, если вы когда-либо думали, что вы неудачник, который не умеет писать, творить, рисовать, играть, петь и так далее, то подобное, вы все можете, я вас верю. Смотрите, это переиздание действительно рекламировалось как эксклюзив. Его нигде не продавали, кроме «Читай города». Это была действительно какая-то новинка, новинка прям такая шикарная, красивая. Ее рекламировали везде, она в каждом, просто в сайте, рекламном магазине, что-то, короче говоря. Она везде, на всех страницах ВК, просто в Инстаграме, потому что визуально эта книга действительно красивая. Сейчас я буду хвалить «Мятную сказку». Не саму «Мятную сказку», а скорее обложку и рисунки. Но здесь у нас есть также вот такой потрясающий стикер вот тут, который нас оповещает о том, что включает неизданную главу «21 день». К этому мы еще вернемся. А так вот, сейчас я хочу сказать огромное спасибо людям, которые нарисовали вот эти потрясающие иллюстрации и обложку. Это Екатерина Климова и Ульяна Никитина. Спасибо вам за то, что вы проделали такой потрясающий труд, потому что сами иллюстрации внутри книги, это действительно очень красиво. Они действительно приятные, они действительно изящные, мягкие, они ламповые, можно так это все назвать, потому что это действительно симпатично. Я не могу просто если говорить, что типа фу, мне даже вот это все мерзко, отвратительно. Бумага в книге очень хорошая, то есть иллюстрации, они совпадают с текстом, несмотря на то, что некоторые из них очень часто повторяются. То есть это одни и те же вазы, это камин, это чашка там кофе, чая и чего-то еще. Но тут есть красивая иллюстрация. С примера, вот эта чашка вам за вот эти все страницы попадется раз 5-6. Вот, но это ни в коем случае не убавляет того, что иллюстрации действительно красивые, качественные, плюс глянцевая бумага, белая, она действительно приятна на ощупь. И именно как раз таки к оформлению этого переиздания у меня нет вообще никаких придирок, потому что даже корешок, он хороший. Тут все заебись, кроме содержания. Слушайте, давайте с вами сыграем в одну очень интересную игру. Я хочу, чтобы вы поставили это видео на паузу и после как раз таки этого в комментариях мне написали, сколько вмятной сказки именно в этом переиздании страниц. Вот просто. Угадайте, вот я хочу, чтобы вы угадали, вот по количеству страниц, вот сколько здесь страниц. Вот просто поставьте видео на паузу, напишите мне и вернитесь к нему. Я пока сделаю перерыв на чай. Отлично, я надеюсь, у вас было достаточно времени, чтобы написать комментарий. Ну-ка, 3, 2, 1. В этой книге 157 страниц с иллюстрациями. 100, сука, 57 страниц. Я абсолютно не понимаю, как можно продавать книгу, в которой 157 страниц с иллюстрациями? За 600 рублей, пускай и красивые иллюстрации, пускай и качественная бумага. 600 рублей. Как вы думаете, за сколько обычный взрослый человек, раз уж эта книга нацелена на взрослых, потому что нам ее рекламируют как книгу для всех возрастов. Но это явно абсолютно не так, потому что у взрослых людей есть мозги, но при этом это топ взрослой литературы художественной. Но эта книга не для детей, она не предназначена для тех, кому там меньше 12 лет, потому что здесь есть такие сцены, которые, ну как бы, не очень хорошо читать детям. Потому что это ни хрена не сказка, это не жанр сказки, это просто название, которое есть. Причем я постоянно вижу один и тот же потрясающий факт, я не знаю, насколько он правда, то, что эта книга раньше называлась «История одной любви», а потом она стала мятной сказкой. Эта книга на в отпаде называлась «Сказка самоубийствия». Какая история одной любви? Здесь нет любви! Я вам уже показывал, что на обложке у нас есть вот такой вот золотой стикер, который не отодрать, потому что он влеплен в эту обложку. Главу, где написано «Включает неизданную главу день 21». Сейчас я вам покажу эту главу. Ну а пока я пытаюсь найти для вас эту главу, вы, пожалуйста, вспомните, как выглядит глава в любой книге, которую вы прочитали. Абсолютно любая. Глава в вашем учебнике по истории. Глава в книге про любовь, которую вы сейчас там читаете. Глава в фанфике. Вспомните, как это выглядит. Сколько там слов? Страниц. Вы наверняка уже представили, что это больше 10 страниц. Вы читаете это все очень долго. И вы перелистываете эти страницы. Хотите знать, как выглядит глава по мнению Александра Полярного? Смотрите. День 21. Здесь все написано. Вот у нас кусочек главы. Вот у нас кусочек главы. Вот концовка главы. Если убрать иллюстрации и отступы, это одна страница. Причем не двойная, а просто одна страница. Вы мне хотите сказать, что я за 600 рублей покупаю картинки и одну страницу? Просто представьте эту ситуацию. Заходит какая-нибудь мамочка в магазин и видит, что вот мятная сказка новая вышла. У дочери-то нет такой книжки. Это же любимая ее книга. Покупает ей эту книгу, приносит и в дом, дарит на Новый год. И дочка читает эту книгу и думает, вот сейчас я прочитаю что-то новое. Там же неизданная глава целая. Одна, сука, страница. Вы наверняка можете спросить, а хули ты приебываешься? Да это же полярный, что ты ждал тут другого чего-то? Ребят, у него в книге дохрена дней. Сейчас я вам точно скажу, сколько здесь дней. В этой, мать его, книге больше 400 дней. Половина из них пропущены вообще абсолютно. То есть между днем 21, которого у нас не было, у нас там был день 8, день 38. И так далее и тому подобное. День 57 это одна строчка. Кстати, давайте вот это проверим. Может они хотя бы поменяли вот эти позорные вот эти строчки. Ну-ка. Да вы угораете надо мной. Я забыл совсем про вот это вот. Видите, да? Это пустые глянцевые страницы. Видите вот это, да? Это пустые глянцевые страницы. Здесь нет никаких иллюстраций. Здесь просто написано по одной строчке. Возвращаемся к вопросу, почему это меня собственно так бесит. Потому что, ребят, вот эта 21 глава, я вам сейчас открою секрет. Вот эта одна страница рассказывает нам о том, как главный герой с его вот этой подруженцей собирали цветочки, блядь. И я понимаю, что в отношении этой книги это как бы, наверное, это какая-то потрясающая... Нет! Они собирали цветочки, все. Таких глав можно было написать за полчаса штук 10. И расставить между как раз таки вот этими пропущенными днями. И у меня бы не было придирки к этому всему. Я бы даже похвалил отдел маркетинга. Я бы даже похвалил Александра Полярного за то, что он потрудился хотя бы написать еще парочку сопливых цитат и вкинуть их туда. Но здесь они продаются 600 рублей картинки. Пускай красивые, да? И одну страницу дополнительную. И вот этой книге 40 тысяч экземпляров. 40 тысяч. Тираж. Причем я даже не вру, это реально тираж. Да, тираж 40 тысяч экземпляров. Первый тираж, скорее всего. Чтобы вы понимали, насколько легко написать главу для книги «Мятная сказка», я вам сейчас просто придумаю ее на ходу. Занавес. Зоя рассказывала Сойеру о том, как она давно не пробовала сладкое. И уже забыла, что такое вкус шоколада. Сойер обижал все магазины вокруг и нашел маленькое шоколадное сердце, обернутое в золотую фольгу. Он принес его для Зои. У нее в глазах выступили слезы, как только Сойер положил ей маленький сердечный шоколад в руки. Пускай вокруг было холодно, темно и промозгло, и ветер завоевал так, что дрогли кости, они знали, что у них есть сердца друг друга. Они верили, что любовь согреет их, словно какао, который готовила мама. Словно вкус Рождества, который навевал о прошлом. Все. И вот просто текст позади вот этого переиздания, это отдельный пиздец. Мятная сказка. Культовая книга. Мятная сказка. Культовая книга. У вас как язык повернулся назвать мятную сказку культовой книгой? Мой атлас по географии за седьмой класс был более культовой книгой, чем эта. Культовая книга, принесшая своему автору феноменальную известность и любовь к читателю. И с этим спорить мы не будем, естественно, потому что это правда. Александр Поляр написал эту историю в течение трех лет. Всего за два месяца проект получил финансирование на краудфандинговой платформе. Александр своими силами успешно выпустил книгу. А разве не издательство АСТ выпустило мятную сказку? Ладно, чтобы вы не думали, что я прям совсем приебываюсь, потому что я знаю, что вы любите говнообзоры, и я по ним тоже скучаю. Плюс этой книги. Красивая обложка, красивые глянцевые страницы, невероятно прекрасные иллюстрации, милые. Все это просто очень сладенько, миленько и так далее и так подобное. Поэтому, если вашим друзьям хочет эту книгу, вашим родным, маме, папе, подарите им эту книгу, потому что она действительно приятная. Минус этого переиздания. Это все та же самая мятная сказка. Здесь 157 страниц. То есть вы понимаете, сколько там текста. Если тут огромное количество пробелов, есть пустые абсолютно страницы, то есть ничего нового вы здесь не увидите. Вот эта дополнительная глава, которую можно было... Из этой главы можно было сделать несколько отдельных отрывков. Но, если вы думаете, а что там можно было написать в мятные сказки-то, одна глава это вполне нормально, там же нет как таковой истории. Ребят, как я может сказал, вот эти главы, особенно в пропущенных днях, можно было эту книгу довести до 200 страниц. Абсолютно легко и просто. Вообще просто. Без какой-либо, не знаю, потери финансовой ценности. Мне кажется, книга продалась гораздо большим тиражом. У нее был бы гораздо больший спрос, если бы там было больше одной, сука, страницы. Потому что я еще ни разу не видел такого, чтобы когда выходило какое-то переиздание, не было какого-то дополнительного контента. То есть, например, у Нила Шустермана в «Беглецах», у него между его книгами есть другие отдельные чуть ли не книги по размеру. То есть там страниц 50, 60, 100, которые нам рассказывают о героях и о том, что с ними произошло, когда мы их не видели. У Марисы Майер тоже есть отдельные вот эти истории, которые у нее в серии «Лунные хроники». То есть там тоже есть какие-то вкрапинки, которые явно занимают больше одной страницы. Мать его, даже Кира Касс, которая написала цикл «Отбор», где принцесса участвует в «Ластике» с Егором Кридом, у нее есть две отдельные дополнительные книги, которые просто раскрывают персонажей. Просто. В чем была проблема издать книгу с большим количеством глав? Потому что написать их не проблема. То есть вы просто издаете красивую обложку, красивые картинки с одной страницей дополнительной за 600 рублей. Здесь у меня есть книги с большим количеством страниц и большим смыслом, которые стоят меньше, чем это перед изданием этой сказки. Ну, камон, ребят. Я даже не думал, что меня так разнесет, потому что я купил эту книгу за собственные деньги. Мне ее никто не присылал, мне никто не выделял. Мне никто не давал ее взаимы. Я сам дал денег Александру Полярному в ручки лично, потому что с каждой копией у него есть роялти, поэтому мои деньги пойдут лично в ручки Александру Полярному. Так что я очень сильно разочарован. Естественно, что вы наверняка можете сказать, «Это же детская литература, зачем ты так приделываешься к ней? Это же просто книжка про...» Нет, ребят. Нет. Это бред. Я буду к книгам относиться так, как я хочу, потому что это мое личное мнение. Вы можете относиться так же, как и вы хотите, потому что есть огромное количество людей в этом мире, которым «Мятная сказка» нравится. Я буду относиться к этим книгам, так как мне хочется относиться к этим книгам, поэтому свое мнение я оставлю на своем канале, свое мнение можете оставить внизу. И да, ребят, на сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я всегда очень этому рад. Спасибо, что вы все еще меня смотрите. Я вас очень-очень сильно люблю. И хочу, чтобы вы там знали каждый мать его день. Не забывайте писать свои комментарии, потому что что? Правильный комментарий, лучше лайка. Ну и лайк тоже можно поставить. А еще ваше мнение должно быть услышано, естественно. Поэтому, да, пишите мне, что вы думаете и вообще, что происходит. Потому что, честно, я даже не думал, что меня будет настолько сильно бомбить. Потому что я такой думаю, ну ладно, я сниму этот обзор, это переиздание. Потому что вы все прекрасно знаете, в чем здесь сюжет. Если нет, я вам быстренько скажу, что есть мальчик по имени Сойер. Он сирота, встречает девочку по имени Зои. Потом происходит пиздец. Сюжета нет вообще абсолютно. И да, ребят, с вами был я, Энтони Илай. Главное, помните, все оставайтесь верными себе. И удачи вам всех в ваших начинаниях. Я вас очень-очень сильно люблю. Не забывайте подписываться на мои соцсети, Твиттер, Инстаграм и группу ВКонтакте. Там очень хорошо, вкусно и весело. И на какую книгу вы хотите, чтобы я снял следующий обзор? Потому что у меня тут есть новая книга Эл Джеймс, автора 50 оттенков серого. У меня есть и книга самого популярного книжного блогера. У меня есть и Монокастон, две эти книги. Я люблю заканчивать видео. Знаете, я говорю, видео пришел конец. Все, ла-ла-ла, еще три минуты люблю попиздеть. Вообще просто обожаю этот стиль. Все, чумаки. Продолжение следует...